Всем приветище! Это Медевил Династии, и сегодня мы будем строить свою деревню. Погнали! Я жил совершенно обыкновенной жизнью. Что бы ни потребовалось сделать на ферме, я сделаю это. Быть старшим сыном, это тяжело. Но, по крайней мере, мы неплохо зарабатывали на жизнь, и наши тарелки никогда не были пустыми. А потом пришла война. Я потерял все за одну ночь. Последнее, что я помню, это как отец толкает меня прочь, крича, чтобы я убегал. Жить. Сначала я не знал, что делать. А потом я вспомнил. Историю, которую однажды поведала мне моя мать. История о моем дяде, Иордане. Он сколотил скромное состояние на севере, в мирной долине, вдали от войны. В течение нескольких недель меня не покидала эта мысль. Вплоть до долины из маминых рассказов. Я могу видеть это все. Здесь я смогу начать новую жизнь. Ну что, мы бежали с деревни. Мы убежали от войны. И у нас начинается новая жизнь. Идем пока что по тропиночке. Надеюсь, что меня не схавают какие-нибудь волки или медведи. Потому что мы все-таки в диком лесу. Короче, я выяснил, что я умею драться. Смотри. Хоп-хоп. Душечку прописать умеет. Давай-ка попробуем на дереве. А, типа, еле срубить только топором. Кулаки твои тут никчемные не помогут. Ну хорошо. Смотри, какой чудесный вид. Шикарнейший. В общем, по всей видимости, мы бежим вот в эту деревушечку. И там нас ждет дядя. Что это написано? Харнгозгодтопия. Я не знаю этот язык. Короче, к черту. Это северяне. Здесь живут северяне. И они разговаривают на особом языке на своем. Ух ты, прикольно. Смотри-ка, тут ребята пашут вовсю. Что-то садишь. Что садишь, чувак? Говори. Давай поболтаем с ним. Здравствуйте. Это он мне, типа, говорит. Я такой, эй, у вас есть минутка? Конечно. Что это такое? В смысле-то? А что вообще? Короче, ладно. Все, давай, до свидания. Я пошел. Пойдем посмотрим, что у этого дяденьки. Что он тут копается. Может, он меня научит чему? Это... Что это тут у нас? Пшено он садит. А, нет, дядь, я ошибся. Это пшеница. Пшеница он тут сядет. Дядь, давай поболтаем. Может, что расскажешь нам отдельного? Здраво, стойте. Они все тут такие интеллигенты. Ты посмотри. На бомжонка похож на интеллигент. Эй, у вас есть минутка? Конечно. Что это такое? Блин, почему, когда я задаю ему какой-то вопрос, он говорит, что это такое? Что? В смысле, что? Я одет как-то не так или что? Я предмет какой-то ходячий. Как работа? Надеюсь, вы справляетесь. Это тяжело и грязно. И мне бы хотелось заработать в более уютном месте. Например, за шитьем. А кто пшено будет сеть? Давай-ка, отойди, я пройду. Так, ладно. Забежим в деревенечку. Здравствуйте. О, коровы, смотри, коровы, коровы. Молочко. Подоить можно коровку? Чего? Купить. Пять тысяч чего-то стоит корова. Я ее, короче, купить могу. А вот теленочек маленький. Травку живет. Листики, точнее. Эй, хорошо. Идем дальше. Где гвистовой чувачок? Скорее всего, дядя, дядюшка. Который расскажет нам историю о том, как сколотить состояние. А что это вы все тут сидите и меня ждете? Костра нету. И с кем мне поболтать нужно? Вот с этим. Вот. Юниесот. Здарова. Не знакомись, что привело вас в нашу долину? Вы не похожи на торговца или паломника? Нет, меня зовут Росимир. Господи, что за имя? Я приехал с юга в поисках дядушки Иордана. О, ну, действительно, мы дядушку ищем. Дядушку. Ой. Твой дядя сам себя вогнал в могилу, мой друг. У него была эта идея о торговле с германским королевством на западе. О, черт. Дядя-то все скочегрежился у меня. Пять тележек, наполненных лучшей железной рудой, красивым цветным бельем и нашим отменным пивом. Его тащили десять быков. Я не шучу. Ну, так что с дядькой-то моим случилось? Как он умер? Его поход попал в засаду к бандитам. Его войщики были зарезаны. Он, должно быть, хорошо дрался. Отчаянно боролся до самой смерти. Судя по тому, что мы увидели, когда искали его. Я похоронил его сам. Или лучше сказать то, что оставили после себя волки. Мне жаль быть печальным местником. Сявель-картавель, мой дядя мертв. Его богатство исчезло. Я прошел весь этот путь зря. Шоп меня. Не говори этого. Я бы не позволил племяннику Иордана пропасть. Я староста деревни. И мое слово по-прежнему несет в себе вес. Итак, скажите мне. Вы можете построить свое собственное состояние? Ух ты ж, е-мое. Я умею создавать простые инструменты. Я могу собирать все необходимое в дикой местности. Я также умею считать и торговать. Как бы вот это вам достаточно? Достаточно хорошо. Возможно, у меня нет товаров или золота, которые я смог бы вам сейчас предложить. Но вы можете иметь здесь столько земли, сколько захотите. Нет, я не передаю ее вам. А дарю пожизненно. Ух ты, спасибо. Стройте дом, выращивайте овощи, заводите скот и следуйте мечте своего дяди. Вы серьезно? Моя собственная земля? Столько, сколько захочу? Столько, сколько сможете впрок использовать, мой мальчик. И до тех пор, пока сможешь оплачивать свои налоги. Большое спасибо, увидимся в следующий раз. Открылось меню на английском языке. Блин, переводить так все. Короче, есть инвентарь. Также у нас есть колесо выбора инструмента, по всей видимости. И инспектор мод. Вот, это подсвечивает вот так вот все ресурсы, которые я могу подбирать. Или вот, смотри, там олененок, на который я могу охотиться. Короче, пойдем. Глава первая. Вода. Вода является важным параметром для жизни. Без нее уровень здоровья падает. Чтобы восполнить его, просто выпейте воды из ручья, реки или озера. Воду также можно носить в ведре или бурдюке. Бурдюк. Дайте мне бурдюк. Что ж, палка, камень, камень. Это я перечисляю то, что мне нужно добыть. Вон, смотри, там глава 1 справа написано. Новое начало. Мне нужно все это добыть, чтобы построить свой новый дом. Где то. Где то. Дошел до своей первой развилочки, короче. Смотри, сколько знаков. Туда, сюда, вон туда. От этого мы пришли. Там вон еще одна деревенька через мостик. И вот этот вот знак, смотрите, его показывает. Иди в лес. Чеши в лес. И ждет тебя счастье. Включим режим инспектора. В надежде, что тут что-нибудь есть. Тут нифига нет. Ой, ягоды. Это же ягоды. Это цветочек. Цветочек. Дайте пожрать что-нибудь. Палки какие-нибудь. Дайте мне палок надо насобирать. Вот, смотри. Палка. Почему она, кстати, не подсвечивалась? Странно. Палочка. Еще палочка. Грибочки есть какие-нибудь, а? Грибочечки. Так, значит, у нас две палки из десяти. Собираем больше. Ух, сколько тут палок. Кстати, уже темнеет, по-моему. Как посмотреть время? По звездам ориентироваться? По облакам? Звезд еще нет. Ладно, будем по закату солнца смотреть. Камень, пожалуйста. Один камень из двух. Вот еще один камень. Все, камни у меня собраны. Палочки. Как же тяжело, когда у тебя нет бензопилы, да? Ну, это средневековое, что поделать. Так, значит, палочки я все собрал. Может быть, чуть больше собрать. О, еда. Пища является важным составляющим жизни. Да, вообще знаем даже без вас. Собираем палку. Что такое? У меня проблемы с камерой. Как-то странно. Выдесь режима боевого. Почему мышка отдельно, камера отдельно? Это как... Во, все, вышел. Аллилуйя. Где жрачка? Когда высветилось что-то про еду, значит, я где-то был рядом с едой. Где еда? Чего? Залежи глины? Лопата нужна, чтобы это все дело откопать. Что-то режим инспектора вообще нифига не посвечивает. Слушай. Какой-то фиговый режим инспектора. Жрачка, жрачка, жрачка. Вот это что такое? Вот это вот... Гриб. Похож на мухомора, если честно? Он какой-то стремный, да? Ну ладно, давай соберем. Давай, собирай его. Гриб-сморчок. Фу, ну и название. Ну и название. Давай залезем сейчас в инвентарь. А тут что, палка еще? Залезем сейчас в инвентарь. Где грибы? Простой факел, молот, одеяние. Вот, еда. Смотри. Гриб-сморчок. Плюс один к еде. То есть его можно, в принципе, есть. Но название такое себе. Овсяные рулетики. А у меня, кстати, в принципе, есть с собой, да. Давай захаваем. Как мне это сделать? Выбросить. А, вот. Все, мы сели одно яблоко. И чуть-чуть набили свой тощий живот. Короче, смотри. Нам теперь нужно сделать каменный топор. И срезать деревья. И солому еще где-то раздобыть. Значит, переходим в инвентарь крафта. Точнее, колесо крафта. Нажимаем сюда. Каменный нож для снятия шкур. Каменный топор, пожалуйста. За 10 палок и два камня есть у нас. Крафтим топор. Все, мы скрафтили. Или я оборвал. Крафтинг. Еще разок. Верчу, гручу. Палку с камнем. Намучу. Все. По всей видимости, у меня есть топор. Как мне выбрать? Колесо выбора инструмента. Отлично. Теперь нам нужно срезать дерево. Я же вот это могу срезать. Клен. Ух ты, нифига себе. Рубится, рубится. Смотри-ка. Давай еще разок. Падай. Вау-вау-вау-вау-вау. Черт, застряло. О, времена года и сон. Всего существует 4 сезона. Весна, лето, осень и зима. Спасибо. Сезон автоматически меняется каждые 3 дня. О, 3 дня. Обалдеть. Быстро как тут все. Короче, мы сейчас, смотри, что делаем. Вот это дерево упало вот на это. Поэтому берем, рубим вот в эту сторону, чтобы дерево упало прям, ну, не на другое дерево, короче. Это автология-автология. Значит, рубим вот так. Смотри, она все равно падает в другую сторону. Не туда, куда я хотел. Но, тем не менее, оно упало. И что? И чити-о. Опа. Готово. Это дерево тоже упало. Давай. Ништяк. Ништяк. Порубили дерево, теперь разрубаем на бревнах. Полену. Можно поднять полену. Офига себе. Я прям такими здоровыми кусманами забираю. Здоровье. Если вы получили травму при падении с высоты или подверглись нападению дикого животного, вы можете исцелить себя, съев широколистный подороженька. Конечно, подорожник всегда придет на помощь. Кстати, у меня проблемы. Срочно нужно где-то раздобыть воды, потому что у меня безборжа по нигде. Сейчас залезем в инвентарь. Есть у меня еще ими там. Ватар. Яблоко на ватар действует. Отлично. Съедаем все яблоко. Мясо только на еду. Овсяные рулетики поднимают здоровье и также еду. Гриб только еду. Значит, колем деревяху. И забираем поленочка. Кулиночку, поленочку. Ух, ночь на дворе. Вроде бы как я видел тут показатель мороза. Смотри, вот он. То есть можно, в принципе, тут и замерзнуть. Но пока все ок. Пока все хорошо. Если я буду мерзнуть, я побегу просто в деревушечку, костру и погреюсь. А пока мне нужно срезать еще три дерева. Короче, уже конкретные потемки. Еще чуть-чуть и будет вообще ничего не видно. Вон, звездочки уже проступили. В общем, я уже и так перетрудился. У меня появился значок тяжести. Мне тяжеловато уже перемещаться с этими бревнами. Поэтому я пошел в деревушечку. Надо бы отоспаться и водиться там, прикупить где-нибудь, отпиться. Кстати, может быть, я воды могу с речки попить? Как ты думаешь? Пойдем посмотрим, попробуем. Сейчас как траванусь. О, шел до речки и нашел зверобой. Забираем, конечно. Лечебная трава. Пригодится. Смотри, действительно, вроде как можно пить воду из речки. Надеюсь, мы не подцепим там каких-нибудь инфекций. О, здорово. Все огонь. Это тебе не форест. Где ты можешь отравиться от грязной воды. Ребята! Ребят, дайте погреться у костерка и поспать. Пожалуйста, поспать хочу. Поспать. Чтобы утро наступило как-то. Можно где-нибудь? Пойдем ворвемся кому-нибудь в дом. Если это, конечно, получится. И заляжем на чьей-нибудь кроватке. Походу, нельзя в дом врываться. Смотри. Кровать! Кровать! Слушай, я чувствую себя каким-то бомжом, который ошивается по деревне. Вон тут кто-то спит. В окно можно залезть? О, тут вон, смотри, чувак тоже спит. Давай попробуем его разбудить. Или... Вот тут появляется какой-то значок, типа я могу... Говорить! Вставай, бомжара! Он сейчас не заинтересован в разговоре с вами. О, ты офигел! Где бы ведро с водой найти? А? Облить его. Факел лежит. Факел. О, стил. То есть, стырить. В принципе, я могу ограбить эту деревушку. Но, блин. Тогда они на меня обозлятся и вообще не будут пускать потом сюда. Нашел, короче, загон гусей. Вот тут они спят. Может... Ой, и маленькие гуся-то. Их можно, короче, покупать. Может, я тоже тут присяду. Вместе с гусями. Как-нибудь можно заснуть? Ребята, вы не против? Я тут посижу на одном из вашем гнезде. Короче, гуси как бы не против. Но я, пожалуй, пойду по еще другое какое-нибудь место. Короче, вышла луна. Сейчас где-то примерно середины ночи. Может быть, 3 часа ночи. Учитывая, что она прям по центру неба. И, в принципе, уже светло. Смотри, как светло. Походу, в топку сон. Не удастся мне поспать. Достаем, значит, топор. И будем рубить прямо оттуда, рядом с деревенькой. Тоже не буду никому давать спать. Буду греметь. А еще было бы прикольно, если бы дерево упало на один из домиков. И пробило крышу. Но мы с тобой люди хорошие. Не злые, поэтому... Всем бобров и добров. Все. Перегруз. Я не могу никуда сдвинуться с места. Максимум вес, который я могу поднять, это 35 килограмм. А у меня сейчас в карманах 51. Дохленький, я немножечко дохленький. Посмотрел бы я на себя, когда таскал бы 35 килограмм. Значит, нужно что-то выкинуть. Я думаю, что полено, потому что оно весит больше всего. Значит, выбрасываем. Выбрасываем. Значит, вот столько полен. 20 килограмм выбрасываем. И все, мы можем снова передвигаться. Шикарно. Последнее дерево. Все, пять деревьев мы срубили. Кошерно. Сейчас зачистим его. Вот так вот. Теперь нам нужно раздобыть где-то соломы. Где раздобыть можно солому? Погоди. У нас же тут гуси где-то были. А у них гнезда из чего? Правильно, из соломы. Можно гнезда как-то? Не, гнезда... Гнезда никак. Ну, хорошо. Солома, солома. У коров, может быть? Коров уже загнали, видимо, в стойло. Вот они где спят. А сена-то у них и нету. О, капец. Как они коров-то держат? Ладно. Короче, походу солому я сейчас не найду. Поэтому... Поэтому пойдем куда-нибудь сейчас забуримся и построим свой первый дом. Построим мы его, скорее всего, где-нибудь в лесу. Бежал где-то такой, бежал по полю. И смотрю забор. И думаю, а чей это забор? Можно его свиснуть? Нет, свиснуть забор не получится, но... Тут ровная такая площадочка. И можно здесь построить свою деревенечку. Вот это что? Зверобой. Отлично. Тут рядышком вода. И, в принципе, отличное место. Значит, давай попробуем поставить здесь дом. Где-нибудь здесь. Прямо на побережье. Так. Строим дом. Бюлдинг. Хранилище. Ферма. Дома. Построить маленький дом. Нужно семь полен, а у меня всего шесть. Ну, не беда. Сейчас срубим одно дерево. Ягода. О, ягоды нашел. Прикинь. Хотел срубить дерево. Нашел ягоды. Какие-то чудное место тут. И поживицы есть чем. И ягоды растут. Новый уровень. Ух ты. Тут еще и уровни есть. Набрал полиняшечек. И теперь еле плетусь. Значит, теперь мы можем построить свой дом. Ветки собираем на всякий пожарный. И будет наш дом прямо вот тут вот. У озера или это река. Ну, короче, строим. Строим дом. Маленький дом. Вот такой вот. И, походу, вы не можете разместить этот объект настолько близко к другой деревне. Стопа. Я довольно далеко отбежала от деревни-то вообще-то. И дождь еще пошел. У-у-у. Ладно, выкидываем пару поленочек. Вот, 8 полен я оставлю. И мы теперь бежим. Блин, такое классное место было. А придется еще дальше бежать. Настало время что-нибудь захомячить. Например, вот овсяные рулетики. Схавали. И у нас появились какие-то навыки. Знания о добыче, дровосек, шахтер, силу природы. Мы это оставим на потом. Но пока что нам нужно дом построить. Дошел до указателя, который показывает, что деревня находится там, там или в той стороне, откуда мы пришли. Получается, что в этой стороне нет никаких деревень. Вот куда я иду. И, в принципе, может, у меня здесь получится дом построить. Ну, такое себе местечко, конечно, но вода рядом. Что мне еще нужно? Деревья тоже есть. Давай попробуем, значит. Хожу блуждаю. Тут хотя бы сделал бы себе какой-нибудь ножик. О, отлично! Отлично. Могу дом построить. Все, строим дом. А, нифига себе, он еще и не до конца построился. Ну, в смысле, только каркас. И теперь его еще обшивать нужно. Весело. Очень весело. А я думал, я сейчас от дождика спрячусь. Так, хорошо. Есть еще один инструмент, который я могу сколотить. Вот. Деревянный строительный молоток. То есть мне его по-любому надо было бы скрафтить. Короче, смотри, у меня теперь два этих молотка. Давай попробуем отсюда его взять в руки. Быстрый слот. Ну, вот, допустим, на двоечку. Двоечку выбираем. О, аллилуйя! Теперь можно строить. Наконец-то! Значит, построить дом. Плетеная стенка с окном. Нужно полено и палка. Это все у меня есть. Давай строй. Отлично. Одна стенка готова. Блин, надо было крышу начали сделать. Полено нужно. Полено. Полено я где-то здесь выкидывал. Куда-то я здесь скидывал. В топку. Пока я найду их, лучше срубить новое дерево. Вот это погода! Я вообще балдею. Ночь! Дождь! Просто чума. Еще и дерево зависает. Значит, доделываю сейчас крышу, чтобы не мокнуть. Что я строю-то? Я же крышу хочу достроить. Что? Нет ресурсов. В смысле нет ресурсов? Солома нужна на крышу. Во, ну что? Ладно, тогда стенки делаем. Солома долбанная. Где ее взять-то? Отлично. О, двери появились. Шикарно. Сейчас еще одно окошечко у меня будет. Ну, слушай, по крайней мере, меня эти стены должны защитить от дикой животинки. Все! Стенки готовы. Вот здесь вот тоже, наверное, стенка, да? Ага, точно. Ждем очень, как говорится, чтобы собрать сено. А сейчас мы попробуем выйти из дома. Двери вообще просто открываются. Ты как бы толкаешь. Даже нет замков никаких. Кто хочет, заходи. Нужно попить срочно. Ой, вода какая балотистая тут, смотри, вон. Вот здесь вот почище, я надеюсь. Давай бахнем. Чудно. Ну, вот мой домик, в принципе. О, для первого раза, ну, неплохо. Неплохо. И с учетом того, что туда можно еще поместить трех человек, наверное, включая меня. Ладно. С крыши бежит потоп в доме. Нужно построить кровать. Кровать, 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 не то выбрал. Вот, кровать. Огонь можно сделать. Заборы. Мебель. Кровать, где она тут? Здесь есть все, кроме кровати. А где ж мне ее найти-то? Ползунок потихонечку смещается в эту сторону, к холоду. И тут написано, что 16 градусов у нас сейчас. Ладно. Обещал разобраться с навыками, давай это сейчас и сделаем. У нас есть два уровня. Все, что темненькое, это для нас недоступно еще пока. Получается, три вот этих пункта мы можем прокачать. Знание о добыче. Давай посмотрим. Количество навыков увеличено на плюс один от деятельности по добыче. Дровосек на 30% более быстрые лесозаготовки. И шахтер на 30% быстрее добыча и копания. Короче, предлагаю вначале прокачать знания о добыче. В навыке добычи я все прокачал. Есть другой еще навык. Навык выживания. То есть, ууу, нифига себе, тут вон еще под навыки есть, оказывается. Охота, фермерство, дипломатия, ремесло. Ух, сколько качать. У меня есть один талант выживания. Значит, знание о выживании, невосприимчивость, железная печень. На 15% больше устойчивость к отравлениям. О, вот эту штуку мне нужно. Потому что мы находимся в дикой местности. И кто знает, чем можно травануться. Все, все таланты прокачаны. Давай-ка мы сейчас с тобой скрафтим, знаешь, что... Вот каменный нож для снятия шкур это не то. Деревянное копье. Нужно полено. Потому что мы все-таки находимся в дикой местности. И мало ли какие-нибудь кабаны или волки прибегут сюда и размотают нас без этого копья. Вот интересно. Дерево-то я срубил. Остался пень. Можно с ним что-нибудь сделать? Допустим, дорубить. Кленовый пень. Нужна лопата, чтобы его выкорчевать. Ух ты, нифига себе. Вот этот поворот. То есть можно все-таки пни выкорчевывать. Это здорово. Значит, переходим к нашему деревянному копью. Мастерим его. Чудно. Теперь у нас есть копье. Но нужно его снарядить. Вот оно, наше копье. Здорово. Опа, смотри. Смотри, смотри, смотри. Олень. Дай, присядем. Если я смогу развести костер, я потом смогу приготовить себе мяско. Блин, первый раз вижу дикого животного здесь. Черт убегает. Эх. Не успеешь, что ли? Есть попадание. Копье, дай мне, пожалуйста. Зверобой. А копье-то мне отдашь, нет? Я вроде бы как по нему попал. А копье, все. А вот оно, копье. Подожди, то есть... Оно пронзило и воткнулось в землю. Все. Копье мое сломалось. Олень остался жив. Ну, значит, такова моя судьба. Буду голодать и помирать. В холоде и голоде. Ну, насчет голода не знаю. У меня там еще грибочки остались, по-моему, и что-то еще. Зверобой есть. Недозрелая ягода. Блин, на кой черт я ее собрал? Смотри, тут есть 17% шанс отравиться от этой ягоды. Может, ну ее нафиг выбросить? Хотя, ладно, давайте сожжем. И я отравился. Я отравился. Вот у меня пунктик с отравой появился. Все, отравление. Употребление некоторых грибов, а также незрелых фруктов и гнилой пищи вызывает отравление, которое может привести к летальному исходу. Во время отравления питание другой пищей не будет заполнять вашу полоску голода. Для того, чтобы вылечиться, вы можете попросить свою жену исцелить вас или съесть зверобой. Ну, жены в данной ситуации у меня нет. Ух ты, смотри, какие галики. Все, раздваивается. Но вот зверобой у меня есть. Зверобой, давай сидим. Причем сесть его нужно в большом количестве. Все. Я съел 4 зверобоя. Я подотпустил меня еще 20 секунд и я полностью вылечусь. Это хорошо. Олени до сих пор тут носятся. Радуются. Здорово. Все живы, все здоровы. Хорошо. Получается, что нет смысла с копьем нападать на диких животных, потому что толку от него мало. Ладно, делаем еще одно копье. Потому что другого у меня ничего нет. И нужно подкрепиться. Яд отпустил нас. Едим овсяные рулетики. Сушеное мясо откуда-то у меня есть. Я его раздобыл. Короче, я уже далеко от дома ушел на самом-то деле в поисках сена. В надежде, что набрел бы на какую-нибудь полянку, да, с высохшей травой. Но нет. Нифига я не нашел, кроме речки с оленями. Короче. Раз я не могу добыть мясо самостоятельно, прибегнем к ловушкам. Сделаем ловушку для зайцев. Размещу ее рядышком. Хотя нет, не рядышком. Надо где-нибудь в лесу, подальше от нас. От нашего домика. Вот тут вот есть отличная поляночка. Зайцев я тут, правда, не вижу. Ну, давай разместим здесь. Все. Ловушка одна готова. Наконец-то! Наконец-то! Дождь закончился. А я, если честно, думал, что он никогда не закончится. Короче, предлагаю добежать до какой-нибудь деревни. Потому что у меня есть 50 монет. Серебряных монет. И попробовать поторговаться с кем-нибудь на тему сена. О-о-о-о! Смотри, кролики! А вот и кролики. Не в правильном месте я ловушечку поставил. Эх! Нифига себе он прыгает! Эх-эх-эх! Все! Добрался до деревушки какой-то непонятной. Тут даже заборов толком нету. Она просто стоит как-то в лесу. Осталось только найти торгашей каких-нибудь. Дамы, мадамы. Я хочу поторговать. Есть у вас что-нибудь? Короче, все, что я могу сделать из этого списка, это соблазнить эту даму. Чтобы она стала моей женой. Но нет, спасибо. Мне нужно купить что-нибудь. Вот эта леди, у нее есть какие-то товары. Покажи мне их. Яйцо, корм, перо. Вот этот мужик точно торгует. Покажи мне свой товар. Что у тебя есть? Деревянное копье, дубина, каменный нож, ведро, деревянная лопата. Блин. Деньги на это я тратить не хочу пока. Я хочу вам кое-что сказать, прекрасная леди. Но в другой раз. Не в этот раз. О, жена. Жена необходима для того, чтобы ваша династия продолжалась. Благодаря ей у вас будет наследник, который по достижению нужного возраста продолжит вашу историю. Улучшает репутацию династии и будет развивать деревню. Ну, как бы это все логично и понятно. Просто у меня сейчас нету крова, куда бы я эту жену мог позвать. Боюсь, что она сдохнет вместе со мной. И к тому же мне ее даже не прокормить сейчас. Я себя-то прокормить не могу. Короче, выяснил, что на чужих кроватях я спать, по всей видимости, не могу. Смотри, вот кровати подхожу. А вот нажать, чтобы я поспал на ней, не могу. Поэтому то, что я тогда ломился в чужие дома. Толку от этого не было. Короче, меня вот эта фраза смущает. Эй, у вас есть минутка? Давай спросим. Извини, но моя мама велела мне не разговаривать с незнакомцами. Ой, ну все, давай пока тогда. О, сено, смотри, сено, сено, сено. Солома, точнее солома. Я могу ее стырить. Я могу стырить солому. Солому. Блин, а может быть тут кто продает ее, а все-таки. Не хотелось бы сейчас рушить отношения с новыми деревнями. О, чувак, покажи мне свои товары. Что у тебя есть? Удобрение, корм, яйца, мясо. Ну блин, ты в коровнике работаешь. Как у тебя нет соломы? Ты издеваешься, что ли? Придется, придется немножечко, немножечко присядем. Хватаем солому. О, репутация династии минус один. Блин, ну по-другому никак, я не знаю, где солому достать. Не знаю, не знаю. Я понимаю, что это не круто. Короче, у меня репутация с династией вот этой вот, вот этой деревни, теперь стали не очень. И тем не менее, мне недостаточно соломы, которую я взял. В общем, на сегодня это все. Если тебе понравилась эта игра, то ты знаешь, что делать. Ставь лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok